Как я тут появился в театре, первые мои болезни в целом времени на ногу. И я хочу хоть чем-то помочь ей, если я не знаю, тогда не непонятно. Спасибо. Это уникальный человек, уникальная консорщица. То, почему мы собрались здесь, я хочу вам задать вопрос, а чего он надо? Ну, Рим, чего вы от него хотите? Вы ничего. Ничего. Вот это уже другое дело. Смотрите, вот так. Понимаете, что надо хотеть от живых, пока они живые, понимаете, что? А вот тогда, когда он был, и даже тогда, когда вот я его вытащил сюда, а я его вытащил сюда, никому не нужно это было. Я захотел это, и я ему пообещал, и я это сделал. Сюда это куда? Сюда, в Петербург. Ленинград. Ленинград. Да. Последний день. Да. Потому что, говорить о нем, конечно, очень много, но, так сказать, вот очень приятно то, что находится хоть какое-то количество людей, это не так много, но и немало, которые передадут свои ощущения кому-то, детям, знакомым и так далее, и так далее. Потому что, вот так рождаются, и вот так задуваются легенды. А легенда, это легенда. Если она рождается, она этого заслуживает. И то, что он был легендой, даже тогда, когда он еще жив, он был легендой. Столько слухов, столько противоречий, столько недоразумений, которые были связаны с ним, говорили о том, что этот человек живет полнокровной жизнью, как в своей жизни уникальной, ненормальной, которая не нравится никому, ему нравится. Так же и в творчестве, что он доказывал о том, что он имеет на это право. Ну, и он так хотел. Это для него было допингом. Он питал себя петь. Понимаете, когда, скажем, вот одно время, он стал приглашать меня в жюри конкурса ежегодного на повышение градации артистов балета в Гранд Аберра. Там же балерина, ведь это не обзываются балериной, они присваивают знания балерине, Этуале. Это титул, да. И вот этот титул, он каждый раз обсуждался на вот этих ежегодных конкурсах. Конкурсы, которые проходили все желающие Парижской опере. От города Бали до демисолистов, солистов, звезд и так далее, и так далее. Именно вот жюри, возглавляемое имя им, с приглашенными гостями, определяло статус той или иной звезды. И это происходило. Так вот на моих глазах многие ритуалы стали ритуальными. Вот и вопрос. Вот приятно, что вопросы. Понимаете, что давайте не речами заниматься, а разговаривать. Да, пожалуйста. Нет, ну, конечно, сейчас, скажем, много того, что вы сказали, снятые, правда, очень много фильмов, большая часть из них я видел. Но вы все это знали тогда, когда это было вообще-то опасно. Еще как? То есть на самом деле гастроли в Советском области были в 60-е, 70-е, 80-е годы. Ну, как вот с ним можно было как-то проконтактировать? Это отслеживать? Более того, более того, более того, было приказано нам всем на собрание коллектива театра переходить на другую сторону улицы, если вы при встрече видите идущую к вам на встречу Нуриева, Барышникова или Макаба. И переходи. А тогда, когда они присутствовали всегда, они же знали, где в каком отеле мы бывали. И они обычно так, так сказать, не вылезали вперед, а сидели где-то там на стойке бар. Но обязательно со всеми здоровыми. Но это, так сказать, не самое интересное. Самое интересное то, что человек, он был уникальный именно по человеческому качеству. И, очевидно, так сказать, вот его творческая одаренность, которая абсолютно, так сказать, исключительная, вот она проявилась уже в том виде, в котором он уже в второй год обучения выступал в школьном театре. И у нас у всех уже просто затаит, мы смотрели, затаит дыхание на то, как он концентрируется, как он концентрируется в движении. Понимаете, вот эта концентрация, которой наша школа не обладала. Вот концентрация – это школа Гурнанвиля, это стиль Баланчина, это только максимальное напряжение в кульминационных моментах движения, которое и дает чистоту техники. То есть, понимаете, можно показать конкретно позу, а можно показать путь в позу. Путь в позу показанным не надо. Это ошибка. Там же состоят и способ. У нас этого не было долгое время. Вот потому что у нас другая эстетика, другой репертуар, другие законы нашего развития. Вот он девый, откуда он это взял, он этого не видел. Не было видео. Гастролей почти не было. Это уж потом, значительно позднее, приезжал Кавангарден, приезжал два раза в Баланчин. Но он танцевал вот уже на второй год обучения. Александр Иванович, так сказать, ему это дал. Возможно, потому что это был гений. Александр Иванович Пушкин – это гений абсолютно. Да, поэтому вот и не случайно то, что родился именно в этом классе и Барышников, и Энуриев. А мы, которые, так сказать, присутствовали при этом в классе, наблюдая за это, не могли понять, потому что это одаренность, это дается приобрести это никак. Понимаете, школы такой нету, упражнений таких нету, потому что ведь, опять-таки, что такое стиль? Что такое стиль? Что такое система? Логически обоснованная и развитая система упражнений, которая необходима для образования. Понимаете? И эту логически обоснованную систему в поступательном движении сформировала кто? Ваганов. До Ваганова этого нету. Понимаете? Плюс еще то, что многие, так сказать, не знают или, так сказать, забывают о том, что такое система Ваганова. И что дало Ваганова для системы образования? Ведь классический экзорсист и школа классического танца, она складывалась на протяжении 300 лет. И в каждой стране, в школе Бурнанвиля с его гениальными заносками, да, в итальянской школе, помните, считали все, помните, да, итальянские виртуозки, не случайно. Это было, да, бранцузская школа и так далее. Это было все, у нас этого не было. И тогда, когда Ваганова, эта умница совершенная, так сказать, которая, так сказать, вот взяла и сформировала это вот в той последовательности, логически развитой, вот это и стало вот тем достоянием, которым мы сейчас гордимся. И теряем. Правда? Ну, многое условно. Да. Вот. Почему? Потому что для этого, для любой школы, нужен репертуар. Репертуар делает эстетику. Все, абсолютно. Вот. Но, откуда этот мальчик из Уфы это приобрел? Откуда он это узнал? Вот это загадка. Вот об этом нужно больше всего думать. О том, где и как он развивался внутренне. Или это Божий сказал ему. Скорее всего, что это и так, и так. И потом, понимаете, мне непонятно, почему он вдруг стал таким добрым ко мне. Потому что у нас не было с ним особенных контактов. Ну, просто потому что мы в одном классе учились, и встречались, и так далее. Иногда разговаривать у нас никакой дружбы не было. Было такое знакомство, которое потом вдруг превратилось во что-то необыкновенное. Он проявлял ко мне заботу в плане моего образования. Он, очевидно, понял то, чего был лишен он. Этого же всего был лишен я. Я ничего не видел. Мы ничего не видели. Потому что после этого Новосибирск, после этого, до этого и так далее. Гастролей много не видели. И тогда, когда вот впервые, вопреки, так сказать, вот тем наставлениям и прочим, так сказать, выговорам, которые я имел за встречи с ним, я продолжал встречаться, инкогнито, конечно, так сказать. И очень часто у него была замечательная компания, которая его опекала в Париже. Это Жанин Ренге, замечательная. Это одна из наших импресариев. А мы ездили в Париже почти каждый год и через год. Вот. И они меня свели с ним, да. Они каждый раз, так сказать, устраивали целую, так сказать, детективную, тоже последовательно развитую историю. Когда, так сказать, мы, попадая на глаза к нашим сопровождающим, потом они надевали на меня парики, меняли машину и так далее. И мы ехали к нему домой, на эту набережную, эту чудную квартиру. И сначала это я был один, потому что мы не хотели подвергать опасностям никого. Вот. А я же был не партийный, а я возглавлял труппу. Понимаете, я мог решиться вообще всего. Но он мне стал показывать все то, что мне было необходимо, как воздух. У него уже был громадный магнитофон с первыми этими гигантскими кассетами, да, где он показывал мне всех хореографов. Все балеты и свои, и чужие, и так далее, и так далее. И вот первая школа моего западного образования, она начиналась с его квартирой. Значит, с самого начала он не хотел мне давать никаких поручений. Да, понимал о том, что это можно. Но потом он очень осторожно спросил, что я могу сделать для того, чтобы передать, так сказать, вот. И я был потрясен его фильмом «Валентина». Ну, гениальный фильм, он там потрясающе слышал. И вот эту бобину, вот такую с этим фильмом, антропатный перевез сюда и передал ее в день. Дальше он сделал мне подборку фрагментов из балетов, которые мне понравились. И особенно его выступления вот в разных программах, ну, педшоу, вот этой шуточной программе по телевидению, где он с миспик, там выступает в ПДД и замечательно копирует Фреда Астера, которого...